Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле. Это значит, что это новый разбор на укулеле. Во вкладке «Сообщество» на YouTube, а также в своем личном Telegram-канале я спросила вас, какую песню вы хотели бы, чтобы я разбрала у группы Король и Шут. И было предложено довольно-таки много разных вариантов. Среди них была песня «Утренний рассвет». Я ее послушала, поняла, что в принципе она прикольно будет звучать на укулеле, поэтому, как вы могли догадаться, сегодня мы будем разбирать данную песню. Но чтобы у тебя получилось так же, как у меня, бери укулеле в руки и погнали учиться. Полноценный разбор песни уже находится в конце ролика, поэтому тайм-коды все подписаны и расписаны. Ну а мы с вами начнем с аккордов. И первый аккорд, который нам понадобится, аккорд «С». Зажимаем в свою первую струну на третьем ладу. Следующий аккорд «А-М». Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Далее идет у нас с вами аккорд «Ж». Зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Это аккорды куплета, а в припеве будут следующие. Зажимаем аккорд «Ц-М». При этом мы его можем зажать через один палец, как бы через баре, или зажать через три пальца подряд. Посмотрите, кому как будет удобно. Я чуть позже объясню, что же из этого лучше выбрать. Дальше у нас с вами идет аккорд «А-Диез». Мы зажимаем с вами по сути форму аккорда «Ж» только на пятом ладу. Единственное, в этом случае вам нужно приглушить кончиком большого пальца четвертую струну, чтобы она была беззвучна. Более подробно мы зажимаем с вами первую и третью струну на пятом ладу, а вторую струну на шестом. То есть очень удобная форма. Эта тема закрытой формы аккордов, если вас интересует, что это такое, во всех моих учебниках и методичках написано, но также могу сделать как-нибудь отдельное видео про это. Дальше у нас с вами идет вот с этой же формы. Мы ее перевозим только теперь уже на третий лад, и получается аккорд «Ж» диез. По-другому это первая и третья струна зажата на третьем ладу, а вторая струна на четвертом. И обратите внимание, также приглушена четвертая струна. То есть смотрите, вот был «Ж», вот «Ж» диез, вот «А-Диез». Все довольно-таки удобно. И завершает наш аттракцион неведанной щедрости аккорд «ФМ». Причем его также зажмем в ближайшей форме. То есть мы возьмем форму аккорда «Е-М» и зажимаем ее на третьем ладу. То есть это первая струна на третьем ладу, далее вторая струна на четвертом ладу и третья струна на пятом ладу. При этом также глушим четвертую струну. И получается все вместе это аккорд «С», «А-М», «Ж», «Ц», «А-Диез», «Ж» диез и «ФМ». Да, я понимаю, вот такие формы как «Ж» диез и «ФМ» для вас могут быть новыми. Поиграйте их отдельно, привыкните в принципе в позиции руки держать такие аккорды, то есть когда у нас что-то приглушается сверху. В будущем оно вам не раз пригодится. Но чтобы эти аккорды звучали в оригинальной тональности, вы можете взять каподакстер и поставить его на третий лад. При этом мы представляем, что до этого ничего не было. Этого не было, этого не было, тебе показалось. И каподастер у нас играет роль нулевого лада, то есть от него мы будем все считать аккорды. И получаются «Ц», «А-М», «Джи», «Ц-М», «А-Диез», «Джи-Диез» и «ФМ». Пока может показаться, что укулелька звучит слишком как-то высоко, но это на деле будет не так, когда вы начнете петь. Разбор на укулеле. Сама песня начинается у нас с вами со вступления, причем в вступлении звучит аккорд «С», которым мы с вами будем играть через перебор. И вот перебор немного будет иначе, который вы играли ранее. Мы с вами будем играть схему 4, 3, 2, 1, 2, 3. Однако на первой струне мы сделаем акцент и некое задержание, и тогда получится следующий ритм. Вы можете даже выделять как-то, прям вот на ней посидеть, и звучать будет действительно очень интересно. При этом в правой руке у нас задействованы 4 пальца. Большой палец отвечает за четвертую струну, а дальше по очередности. То есть Кому сложно, можете выровнять и просто играть то есть не делать какое-то задержание, чтобы все это плавно звучало. И вот этот аккорд «С» во вступлении мы будем играть 4 раза подряд. Получается И по сути начинает у нас звучать с вами первый куплет. Во вкуплете вы на первой строчке можете сохранить вот этот данный перебор, который мы только что с вами выучили, и на него вы начать петь. То есть он будет звучать один раз на один аккорд. Тогда это будет звучать так. Утренний рассвет Солнце поднималось над землей И так далее. Или же вы можете взять более упрощенную, привычную схему перебора. Или это будет 4, 3, 2, 1, 2, 3, как бы ровненький, и при этом мы добавим 4, 3. Послушайте, как это звучит. Она также будет звучать один раз на один аккорд. Утренний рассвет Солнце поднималось над землей И вот если только-только вы начали играть, изучать переборы, вы можете взять простую схему, просто 4, 3, 2, 1, но однако нам нужно будет ее сыграть два раза на один аккорд. Утренний рассвет Солнце поднималось над землей Поэтому посмотрите, кому как удобно, попробуйте и так, и так. Может быть, что-то из этого вам понравится по звучанию, тогда вот такой вариант и берите. Также обратите внимание, в этих двух строчках на аккорд же мы просто играем удар вниз, то есть он как будто немножко не поспел, ему не хватило полной схемы какого-то рисунка, и из-за этого мы будем просто играть удар вниз. То есть смотрите, у вас идет перебор, неважно какой вы взяли. Это на самом деле нужно послушать и почувствовать, вы поймете, в какой момент его нужно так вот впихнуть туда. И чтобы у вас получился хороший ритм вот этих двух строчек, на второй АМ, когда вы играете, вы можете перебор немножечко не доиграть. И вот в этот момент, когда вы не доигрываете там пару струн, вы как раз играете аккорд G. То есть он как будто с таким задержанием получается, то есть вот у вас был рисунок «Утренний рассвет, солнце поднимется над землей». И такой вот «пам», то есть втекнулся. Это вот когда вы едете в заполненной маршрутке, и вот есть человек, который прямо, ну уже некуда туда, вот как теледка в бочке, но все равно он впихивается вот в эту маршрутку. Вот этот аккорд тоже самое и здесь. Далее на следующей строчке у нас с вами начинается бой, причем бой там играется такой интересный с глушением, то есть он не какой-то топорный. Я нашла что-то приближенное, и также есть несколько вариантов, как вы можете это сыграть. Вы можете взять вариант «вниз», «заглушка», «вверх», «вверх», «заглушка». Такой интересный, при этом мы играем его два раза на один аккорд. Если вам кажется, что это как-то слишком просто, то добавьте на первую схему «вниз», «вверх», удары получается. «Вниз», «вверх», «заглушка», «вверх», «вверх», «заглушка». То есть он также будет играться два раза на один аккорд. И получается, собственно, вот этот первый куплет. Давайте, чтобы вы понимали, что сейчас происходит, я возьму какой-то вариант боя и какой-то вариант перебора, и все соберу это со вступлением. Утренний рассвет Солнце поднималось над землей Просыпался лес Восхищаясь розовой зарей Что касаемо припева, я напоминаю, что здесь уже новые аккорды. И обратите внимание, давайте сначала просто пройдемся по аккордам, то есть «C», «М», «А», «Диез», «Джи». Это повторится два раза. Далее «ФМ», «Диез», «Джи». Так мы можем это сыграть. Смотрите, в принципе, на первые две строчки играется или на аккорд «ЦМ» два раза вниз удар, далее на «АДиез» два раза вниз удар, а на «Джи Диез» мы можем играть шестерку. По-другому это «вниз», «вниз», «вверх», «вверх», «вниз», «вверх», 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 «вверх». «Раз», «И», «два», «И», «три», «четыре», «И». Или же мы к этим двум аккордам «ЦМ» и «АДиез» добавляем в конце удар наверх. Получается «вниз», «вниз», «вверх», «вниз», «вверх», «вниз», «вверх» и шестерочка пошла. Давайте сейчас без комментариев покажу эти два варианта подряд. Чувствуете? То есть все равно вот этот удар наверх тоже может дать дополнительную окраску. И третья строчка припева просто играется шестеркой один раз на один аккорд. Это получается «как божественна природа и проста». Давайте теперь соберем припев от начала до конца. «Продолжение сна, дивная пора, как божественна природа и проста». Как же все-таки легче зажимать аккорд «ЦМ»? Через баррель или через три пальца? Все зависит от нескольких факторов. Во-первых, какие у вас пальцы, тоненькие они или как у Шрека. Также от размера инструмента. То есть если у вас лады очень узенькие, вы не поставите три пальца в ряд сам дружный наш отряд. То есть все-таки придется играть через баррельку. И такой и такой вариант используется, поэтому посмотрите, как удобно. И еще тоже нужно учитывать, какие у вас следующие аккорды идут. То есть смотрите, можно поставить сразу три в ряд и просто потом с этой формой работать и прочее. Или можно сделать через баррель и потом, не отпуская указательного пальца, перенести на следующий лад в аккорде А диез. Это такой моментик интересный. Просто отдельно потренируйтесь, как вам удобно. И будет вам счастье. Разбор на укулеле. И далее у нас с вами идет проигрыш. Я вот ради этого проигрыша на самом деле взяла разбирать эту песню. В проигрыше звучит обычная гамма, до, мажор. Кто знает ее, можете сразу сыграть. Кто не знает, давайте объясню, как она в принципе играется. Звучит она вообще вот так. Дора мифа золь азину. Тут нужно уметь играть по табам. В принципе, что такое табо я бы рассказывала в этом ролике. Что мы тут делаем? В принципе, в правой руке вы можете играть чередованием пальчиков. То есть указательный средний. Можете играть все через большой палец. Все зависит от вашего уровня игры. Для удобства давайте я ее объясню сначала без каподастра. Играем открытую третью струну. Затем зажимаем ее на втором ладу. Далее открытая вторая струна. Зажимаем на первом ладу. Далее на третьем. Открытая первая струна. Зажата на втором ладу. И на третьем. То есть получается. На ноты это можно перевести. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. И вот этот ход у нас и будет играться в песне. Только единственное, напоминаю, он у нас звучит от каподастра. То есть будет так. Попробуйте все-таки поиграть. Потому что гамма они важны. Гамма они нужны во многих факторах. Вот тут оно в виде как проигрыша. А также гаммы помогают в принципе находить ноты на грифе. Подбирать что-то. Импровизировать. Так что не поленитесь, поучите. Более подробно, зачем нужны гаммы, также объясняю в своей литературе. То есть вот мы спели припев. Как божественно, природа и проста. И пошел проигрыш. Сразу после проигрыша у нас начинает звучать второй куплет. Там мы играем уже без переборов сразу выбранный бой ранее. То есть это или у нас сюда, заглушка, вверх, вверх, заглушка. Или вниз, вверх, заглушка, вверх, вверх, заглушка. Единственное, скажу, что на первые две строчки вот любой выбранный вами бой будет играться один раз на один аккорд. Последующие строчки куплета играются два раза на один аккорд. Давайте покажу, как это будет выглядеть. В небе голубом облака плывут, как корабли. Чеплый ветерок чится над поверхностью земли. Еще не проводились петухи в деревнях. И рыбаков на озере пока не видать. С коровами не стоптана трава, на полях. Как здорово, что здесь не довелось побывать. Кому не нравится вот это приглушение, в принципе, на следующей строчке, начиная с третьей, вы можете играть шестерку, вам никто этого не запрещает. То есть звучать будет так. Еще не проводились петухи в деревнях. И рыбаков на озере пока не видать. Коровами не стоптана трава, на полях. Как здорово, что здесь не довелось побывать. Посмотрите. Вот если хотите, ставьте шестерку. Если не хотите, играйте с бум-шак-атаком. И, в принципе, дальше припев и проигрыш повторяются. То есть давайте сразу я вам это и покажу. Единственное, смотрите, вот когда мы играем второй раз в проигрыш, то есть после припева, там будет немножко видоизмененная штука, потому что это уже, в принципе, конец песни. А когда мы будем играть этот проигрыш, мы не играем эту нотку до, то есть по-другому, на первую сторону, на третьем ладу. Мы в этот момент играем полностью аккорд С. То есть получается... И в конце... И на этом песня, собственно, и строится. Давай сейчас играем от начала до конца, чтобы вы понимали, что нужно играть. Утренний рассвет Солнце поднималось над землей Просыпался лес, восхищаясь розовой зарей От озера стоял, клубился белый туман Во враге под горою шили с тела листва Луч солнца улыбался и с ростою играл Особенно прекрасны утром эти места Продолжение сна, дивная пора Как божественно, природа и проста В небе голубом облака плывут, как корабли Теплый ветерок чуется над поверхностью земли Еще не пробудились петухи в деревнях И рыбаков на озере пока не видать Коровами стоптана трава на полях Как здорово, что здесь не довелось побывать Продолжение сна, дивная пора Как божественно, природа и проста Если вы чувствуете, кстати, что припев как-то маловато звучит Вы можете сыграть его два раза подряд И потом только сыграть прогресс Ну а если тебе какой-то момент был непонятен То по тайм-коду все подписано Расписано обязательно Пересмотри Ну или на худой конец Пиши в комментариях Я на все попытаюсь ответить Предлагаю свои варианты на следующий разбор и в комментариях Это могут быть любые песни, мелодия А также тема на изучение Также не забывай заглядывать в мои плейлисты Ведь там ты найдешь различные песни, мелодии А также влоговый формат, моменты жизни Ну и напоследок хочу поблагодарить всех людей Которые поддерживают меня финансово на Boosty Вот эти ребята Взамен они получают раздаточный материал Клевые ништяки Ну а самое главное мое почтение Ну а меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok